Победитель ночной хоккейной лиги команда «Неоплан» из Екатеринбурга получила грант на строительство искусственного катка в своем городе. Но главным украшением турнира стал, безусловно, галоматч с участием лучших игроков-любителей, легенд хоккея и первых лиц государства. На этот раз компанию Сергею Шойгу, Павлу Бюре и Вячеславу Фетисову составил Владимир Путин. Президент вышел на лед под номером 11. Кстати, в звездном составе были не только мужчины. Чемпионка мира по боксу Наталья Рогозина отлично смотрелась в нападении. Уже на 40-й секунде счет в матче открывает Владимир Путин. Через 7 минут президент оформляет дубль. Соперники, хоть и были одеты в форму, напоминающую смокинг, но вели себя далеко не по-джентльменски. Тоже активно атаковали. Итог 7-2 после первого периода в пользу команды президента. Если такие мероприятия, как ночной, финальная пулька здесь, в Сочи, будут приносить хоть немного пользы, будут немного хотя бы помогать людям приобщиться к спорту, будем считать, что цель достигнет. Пока любители в перерыве обсуждали тактику на следующие отрезки матча, игроки Dream Team раздавали автографы и пожимали руки болельщикам. Во второй 20-ти минутке Путин на пару с Павлом Буре снова оформляет дубль. Счет во встрече становится еще более неприличным – 11-4. Если бы не табло, зрители на трибунах точно бы потеряли счет с заброшенным шайбом. Еще 10 к имеющимся добавили хоккеисты в красной форме, тем самым тонко намекая любителям, что они только любители. Я считаю, что была очень хорошая игра, то есть полные трибуны, все было очень интересно, и любители были довольны, и зрители. И вообще-то очень большой шаг в публицизации хоккея, когда президент самой большой страны мира сам играет в хоккей и еще забивает по 6 голов. Болельщики веселятся и грустят одновременно. В Сочи завершился еще один большой спортивный праздник. Но, как уверяют местные власти, спортивные объекты пустовать не будут. В скором времени прописку в Олимпийском парке получат еще несколько грандиозных турниров. Популяризация любого спорта для Сочи сегодня очень важна, потому что все то, что осталось у нас после Олимпийских игр, оно должно достойно использоваться. И каждый день в городе должен проходить спортивный праздник, каждый день должны быть спортивные мероприятия. 21-4. Хороший повод для проигравших команды уже в следующем году доказать, что они не лыком шиты. И любители уже думают о реванше. Такой хоккей им нужен. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.